Неоновые и черные с широкими шинами и с лепящими глаз фарами. Велосипеды на любой вкус и цвет, а еще из разных уголков города собрали на площади ОКЦ. На место владельцы двухколесных пришли за час до старта насладиться выступлениями спортсменов. Развлекательная программа стала зарядом на 8-километровый велопробег. В этом уверена Альбина Попова. Женщина, которая в областном центре прославилась любовью к бегу, на велоночь всю семью привела. Супруга, сына и его возлюбленную. Сегодня первая моя велоночь. Я решила поддержать велосипедистов. Это очень содружественное нам спортивное сообщество. И сегодня очень много беганутых здесь со своими велосипедами. Люди осваивают новые виды спорта и я одна из них. Сколько человек оказалось на старте в 10 часов вечера, организаторам посчитать не удалось. Колонна толстела по ходу движения. Улицу Ленина от Кузнечной до Мухина на время заезда закрыли для проезда авто. Так что передвигались участники с комфортом. Впрочем, без форс-мажоров не обошлось. Десятилетнему Богдану Хаванец, к примеру, эмоции отвела ночью, подпортила сломанная педаль. У меня, получается, скользнула нога. Я остановился и не мог найти педали. Понял, что у меня нет педали уже. Их стиль сделать, а она выкручивается. Велоночь в областном центре проходит в пятый раз. И участвуют в ней даже ВИПы. Правда, рассмотреть в колонне губернатора и заместителям мэра города удалось не всем. Благовещенцы их в костюмах видеть привыкли. Я стараюсь не показываться в спортивной форме перед телекамерами. А так вообще бываю. Периодически в спортивной форме. И не только в спортивной. Катаюсь я редко. Катаюсь по набережной, катаюсь тогда, когда есть время. Времени, как правило, очень мало практически нет. Последний раз на нем катался в начале июня. Я уже не первый раз принимаю участие. Для меня это такое мое маленькое хобби. Я катаюсь на велосипеде. Я часто с супругой катался вместе. Это семейное наше хобби. Людей, выбравших велопрогулки в качестве семейного хобби, обязательно станет больше. В следующем году состоится очередная ночь на колесах.